Добрый день, девочки, всем, кто зашёл посмотреть, как мы будем заканчивать нашу куколку Тильда. Да, приводить её в порядок, чтобы уже завершить все работы. Это будет последнее видео. Но сегодня ещё хочу ответить на вопрос, меня спрашивали, на какой машинке я так быстро шью и хочу показать вам. Это машинка Zinger. Чем я недовольна, то что она заправляется не очень. Удобно, да, но в принципе шьёт она отлично. Вот такая Zinger. Zinger есть разные, конечно, модели. Вот, так что моя выглядит вот так. И она называется вот так. Кому интересно, конечно. Вот, ну и есть ещё у меня маленькая машинка, китайская, совсем мизерная. Я иногда на ней ищу тоже, но она сильно раскачивается. Это тяжёлая и можно шить спокойно на ней. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Итак, в прошлом видео мы раскраивали с вами, я сказала, раскроить ткань. 57 на 29. Здесь я уже край обработала зигзагом. Этот тоже ставила, только один край необработанный. И прошила вот прямой строчкой, прогладила, получилась у нас такая труба. Теперь, значит, что мы делаем? Это у нас юбка. Наша юбка будет вот так выглядеть. Поэтому, что я делаю? Откладываем эту куколку пока. Беру нитку контрастного цвета и здесь, который край я не обработала зигзагом, я его два раза подворачиваю по сантиметру. Можно ножеволькой прихватить один слой и потом второй слой опять. Получается двойная ножеволька. Я сделаю сразу, буду подворачивать и приживолю здесь. Затем я прострочу это все прямой строчкой. Итак, сейчас я все это ножеволю и вернусь к вам. Это у нас будет подол нашего платья. Я прострочу здесь прямой строчкой, переворачиваем. Здесь, где зигзаг, это будет линия талии. Я подверну на 3 сантиметра. Можно сделать вот таким образом. 3 сантиметра. И потом я закладываю складочки. Где-то 2,5-3 сантиметра берем. Закладываю складочки, прижимаю, чтобы ткань лежала. И затем уже ножевольку прокладываю. Теперь хоть ножеволька и держит хорошо ткань, я сантиметр от края, сантиметр от края, здесь карандашом отмечу. И буду строчить по этой вот линии, сантиметр от края. Для чего я это делаю? Сантиметр от края я здесь прострочу. Вовнутрь можно вдеть резинку, но я призборю просто вручную. Можно призборить на нитке, чтобы сверху вот такой маленький получился красивенький валанчик. Для этого я это и делаю. Теперь я буду строчить именно здесь. Проложу строчку, не снизу. Ножеволька держит просто ткань, чтобы она не играла и не перекосила деталь. Прострачиваю здесь полностью окружную и здесь подол. Теперь, когда все мы прострочили, убираем ножевольки. Я люблю утюгом проглаживать все это, чтобы было аккуратно и ровно. И еще, девочки, кто начинает, просьба, пожалуйста, когда вы заправляете машинку или, например, делаете несколько стежков, останавливаетесь, потом дальше шьете, не держите на пусковой лапке ногу, потому что в молодости я пару раз прошила палец таким образом. Тоже вот вспомнила, решила предупредить тех, кто начинает. Будьте осторожны, внимательны. Так, прогладили, то есть отутюжили. Все время говорю прогладили. Смотрим, значит, тут у нас подол нашего платья. Мы подвернули два раза. Здесь у нас широкая полоса, сантиметр прострочили. Можно теперь очень крупной строчкой вот сверху этой пропустить и потом стянуть. Я делаю это иголкой. Мне так нравится иголкой. Где-то по 3 мм прохожусь над строчкой и потом буду стягивать. Оставляю конец здесь болтаться с узелком и по всей поверхности я сделаю такие стежки. Рукодельницы показывают разные способы шитья тельт. Вы выберите себе тот, который вам нравится. Можно укладывать юбочку складочками, распределяя прям на кукле, закалывая. Я сейчас покажу тоже этот способ. Вдруг вам он больше понравится, чем со сборенной с грибком юбочка. И вы выберите для себя то, что вам по душе. Я присборила для стяжки. Если вы хотите укладывать складки, здесь у нас шов сзади должен оставаться. Вы укладываете юбку вот таким образом, складочку и центр намечаете сначала здесь. Укладываете складочки. Вы тоже, наверное, видели такой способ. Прям на кукле приживуливаете. Здесь сначала приживуливаете, притом на кукле. И здесь опять укладываете складочки. Можно, например, встречную складку сделать. Как вам нравится, вот таким образом. Встречную складку. Можно мелкие складки уложить. И опять-таки приживулить. И потом уже приживить кукле. И прошить вручную. Так. Сейчас я покажу. Получается вот так. И так далее. Сзади тоже так же. Одинаково, чтобы было. Так. Теперь я, значит, здесь проложила ножевульку. И стягиваю оба конца. Вот этот. И где у нас узелок. И вот так вот распределяю складочки. Так. Кукол очень много видов. Есть в штанишках. Есть, например, с заниженной талией платье. Есть с завышенной талией платье. На груди пришиваются сборочки делаются и так далее. Есть просто огромные сборки делают сверху. Лиф такой из сборочек получается. Я делаю сегодня простую юбку. В общем, если вы хотите попробовать другие методы, посмотрите. На YouTube есть много видео, как 6-ти льду куклу. Итак, я показываю свой способ, которым я работаю. Вставляем сюда куклу. Опыт.